Продолжение следует... Адювантная терапия – это краткосрочное подведение лекарственных препаратов перед хирургическим вмешательством, которое, конечно же, обеспечивает такую предверженность лечения. Мы знаем, что мы ввели полные дозы. Мы можем оценить лекарственный патоморфоз, мы можем тестировать, получается, лекарственные препараты ин виво и в дальнейшем можем коллектировать уже необходимость адювантных видов лечения. И, конечно же, уменьшаем стадию, облегчаем, скорее всего, работу хирурга. Если мы говорим о более традиционной адювантной терапии, которая чаще используется, то в этом случае мы своевременно выполняем хирургическое вмешательство, не отсрочиваем его, нет увеличения приоперационных рисков, и мы можем апеллировать уже полным патоморфологическим стадированием. Но для меланомы уже имеются и тот, и другой подходы, причем адювантная терапия, она все более и более активно внедряется уже в клиническую практику, поэтому, конечно же, мы рассмотрим эти виды более подробно. Если мы говорим об адювантной терапии, уже, конечно же, никаких нет сомнений, что все пациенты, имеющие третью стадию и выше после удаления солитарных метастазов, единственных представительств заболеваний, должны подлежать адювантной терапии, уже не вызывает сомнений. Мы знаем, что раньше эти пациенты сроки их жизни не превышали года, сейчас мы уже видим, что безрецидивная выживаемость превышает 5 лет для больных, имеющих третью стадию заболевания. Поэтому это, конечно же, имеет значение в отношении иммунологических препаратов, пембролизумаба, неволумаба, и в отношении таргетной терапии комбинации доброфениба и термитениба больных брав позитивной меланомой. Поэтому необходимость проведения этого вида лечения в течение года после хирургического лечения уже не вызывает сомнений и является рутинной. Но мы знаем, что зачастую пациенты формально более ранней стадии, 2-й Б, 2-й С, имеют худшие показатели выживаемости, 5-летний, 10-летний, по сравнению с пациентами, например, 1-й А под стадией. Поэтому, конечно же, группа высокого риска лецидива, больные 2-й Б и 2-й С стадии – это тоже кандидаты для проведения послеоперационной терапии, в частности, иммунотерапии. И это подтверждают данные по крайней мере двух исследований международных многоцентровых, исследований пембролизумаба и неволумаба у пациентов, имеющих данную стадию, но, опять же, после тщательного стадирования адекватного, то есть после обязательной процедуры выполнения биопсии сигнального лимфатического узла. То есть мы должны быть уверены, что категория Н0, она доказана патоморфологически. И эти пациенты, получающие пембролизумаб и неволумаб, имеют принципиально лучшие показатели безрецидивной оживаемости. По крайней мере, для пембролизумаба уже данные трёхлетних наблюдений. Мы видим практически 13-летний, 13-процентный, извините, выигрыш в пользу больных, получавших адювантную иммунотерапию. Но исследование вулумаба началось несколько позднее, поэтому имеются данные годичного подведения итогов. Но тоже этот выигрыш у больных, получавших иммунотерапию, он безусловен. Поэтому данный вид адювантной терапии у больных 2-й Б и 2-й С стадии, он зарегистрирован в международных практиках и в отечественных рекомендациях у пациентов с подобной стадией. Если мы говорим о неодевантной терапии, это то, что на самом деле, наверное, за этим будет уже такое однозначное место на девантной терапии подтверждено, имеет принципиальное значение патоморфологический ответ. Если мы получаем полный патоморфологический ответ после кратковременного подведения лекарственных препаратов, как правило, это иммуно-онкологические препараты, то сроки жизни этих пациентов и безрецидивной, и общей выживаемости, они видят практически стопроцентные. То есть если мы достигаем кратковременным подведением препаратов полного эффекта или практически полного, когда вынуживаются не более 50% живых клеток, то мы обеспечиваем практически безрецидивную и бессобытильную выживаемость пациента. Это подтверждается в частности исследованием СВОК-1801, в котором тот же самый пембролизумаб, который мы уже используем адювантно, был перенесен буквально в виде трех инъекций препарата на предоперационный период. И мы видим, что те пациенты, которые получили предоперационно иммуно-онкологический препарат, мы имеем больше показателей безрецидивной выживаемости, практически тренд к увеличению и общей выживаемости, и двукратное уменьшение прогрессирования в этой группе. Поэтому, в принципе, данный подход является весьма и весьма перспективным. И очень важно, что у пациентов с достижением полного атоматологического ответа уже можно даже не выполнять лимфодиссекцию. Две группы пациентов с полным эффектом патоматологическим получавших хирургическое лечение, удаление региональных лимфоузлов и не получавших, практически нет различия выживаемости безрецидивной и без отдаленных метастазов. Поэтому, в принципе, такой адювантный подход позволяет и в том числе деэскалировать возможное хирургическое лечение. Вот вот наше клиническое наблюдение. У нас проводится исследование с отечественным препаратом Пролгалимаб, на адювантное применение данного препарата в дальнейшем хирургическое лечение и полный патоматологический ответ после такого кратковременного периода лечения. Поэтому эта опция также является стандартом, который мы используем в своей клинической практике. Но, конечно же, здесь вопросов остается достаточно много. Какой режим предпочителен для адювантной терапии? Какая целевая когорта пациентов? Необходима ли этим пациентам адювантная терапия при достижении полного регресса? Как учитывать достижение полного патологического ответа при выборе адювантной терапии? Ну и перспективы вообще до эскалации уменьшения объема хирургического вмешательства. Они тоже, скорее всего, будут в дальнейшем исследоваться. Если мы говорим о первой линии лекарственной терапии, то эти прорывы уже, наверное, неоднократно, уже последние годы даже, постоянно подтверждаются, демонстрируются. Если мы говорили, что раньше эти пациенты не переживали годичный рубеж, то сейчас мы говорим о том, что половина пациентов живет на протяжении года без признаков рецидива, и 50% пациентов переживают пятилетний рубеж, оставаясь, по крайней мере, живыми, но с теми или другими проявлениями заболевания. Поэтому, конечно же, эти эффекты, они не вызывают сомнений. Конечно, более эффективно комбинированная иммунотерапия, более эффективно комбинированная таргетная терапия у больных, имеющих мутацию. В частности, в исследовании последней комбинации таргетной, которая уже была опубликована, это энкарафенибит и бимитиниба, мы видим тоже медиана общей выживаемости, то есть половина пациентов практически достигает трех лет. Для таргетной терапии это, на самом деле, очень выраженные результаты. И имеется возможность комбинации таргетной и иммунотерапии, также на исследованной, также мы этой опцией можем пользоваться. В принципе, эта опция еще больше увеличивает длительное сохранение эффекта. Уже до полутора лет достигает медиана выживаемости без прогрессирования при использовании совместной и таргетной терапии, и иммунотерапии. И, разумеется, вопросы о последовательности применения двух эффективных методик иммуно-онкологических препаратов и таргетных. Он также изучался, и, в принципе, по таким вот работам, которые проведены, и по общему мнению, все-таки, если мы начинаем лечение даже у пациентов, имеющих драйверную мутацию в гене-берав, если мы начинаем лечение с иммунотерапией, то мы имеем больше долгосрочный выигрыш как безлицидивной, так и общей выживаемости. Хотя вот если посмотрим, кривые изначально идут не в пользу иммунотерапии, то есть есть определенные потери на протяжении первых обычно 3-4-6 месяцев лечения, когда у пациентов с выраженной опухолевой нагрузкой просто не успевает реализоваться эффект иммуно-онкологических препаратов. Но в дальнейшем эти пациенты, ответившие на лечение иммуно-онкологическими препаратами, они, конечно же, имеют уже принципиальный выигрыш, показывая безлицидивной и общей выживаемости. Ну и, безусловно, какое бы ни было эффективное лечение первой линии, пациенты, к сожалению, переходят на вторые и последующие. И также мы знаем, что опции эффективного вида вторых и последующих линий лекарственной терапии существуют. Как правило, это или возврат к методикам использования гибиторов иммуноустойчивых контроля, или таргетных препаратов, то есть их эффективность повторного применения, она возможна и она реализуется. Или использование этих препаратов уже с различными модулирующими агентами, например, пролизумаб или инватиниб. Ну и, в частности, такая вот опция, конечно, является дорогостоящей, высоко технологичной. Но вот опция использования опухоль-инфлетрирующих лимфоцитов, так называемых ТИЛ, она уже доказана в исследованиях, которые опубликованы по меньшей мере в двух. И эти опции также уже являются такими рекомендуемыми в качестве последующих линий терапии. В частности, исследование препарата Лифилийцел – это опухоли-инфлетрирующие лимфоциты, которые изначально получают у пациента, их особым образом с ними работают, клеточными культурами, и в дальнейшем вводят пациентам после немилаборативного лимфодеплеции, после введения довольно высоких доз циклофосфамида и флодорабина, и после введения интерлегина второго для того, чтобы запустить противопухолевый иммунный ответ. И, в принципе, пациенты интенсивно предлеченные, получавшие и таргетную, и иммуно-окологическую терапию, они имеют выраженный ответ и на терапию собственными, в принципе, лимфоцитами, особым образом культивированными. Мы видим, что у третьих пациентов имеется просто объективный ответ в виде полного и частичного регресса, и имеется принципиальное влияние уже на сроки жизни пациентов, по крайней мере, безрецидивная выживаемость. Не менее трети больных переживают год, это интенсивно предлеченные пациенты. Поэтому, конечно, такая опция, опять же, направленная на коррекцию противопухолевого иммунитета, она существует и реализуется у пациентов, имеющих подобный диагноз. Поэтому, если мы говорим о системной терапии больных дистемиурно-балномой кожи, так, схематично, я совершенно схематично, конечно, представила эти подходы, то, конечно, высокоэффективные режимы первой линии, они уже не вызывают никаких сомнений. В принципе, уже определена оптимальная последовательность линии лекарственной терапии, и даже у пациентов, имеющих BRAF-мутацию и не имеющих так называемого вестерального криза, целесообразно отключать лечение с терапией иммуно-онкологическими препаратами, как в монорежиме, так и в комбинированном. Поэтому не нужно стремиться всем пациентам, имеющим BRAF-мутацию, в первую же линию назначать комбинацию BRAF-мек-ингибиторов. Разумеется, ведётся поиск новых комбинаций с новым механизмом действия, поделяются целевые когорты пациентов по различным характеристикам, как клиническим, так и лабораторным. Ну и если мы говорим о необходимости уже последующих линий терапии, то это также реальная терапевтическая опция, и в нашей практике довольно много пациентов, получающих и 3, и 4, и 5 линий лекарственной терапии. При этом сохраняется всё-таки удовлетворительное состояние пациента, и возможности для перенесения лекарственной терапии последующих линий тоже имеются, поэтому пациентам нельзя отказывать в лечении при наличии этих опций. И эти возможности обеспечивают и всё-таки приемлемое влияние на общую выживаемость и известный профиль токсичности. Поэтому, разумеется, дальнейший поиск продолжается, и перспективные исследования для поиска стратегий последующих линий лекарственной терапии ведутся, и поиск маркеров, предикторов, выделение целевых когорт пациентов. Разумеется, всё это проводится, и, конечно же, в отношении меланомы уж точно мы ожидаем позитивных результатов возможности лекарственной терапии. Благодарю за внимание.